В дом что-то, в квартиру, которая нас где-то ждет. Если не знаете, мы очень везучие, мы поучаствовали в... Очень хочу какую-то работу, в рабочую зону. Сегодня в Германии Пасха, я для вас на ютуб лакваст. Что? Проиграл окоп, как и говорил. А что надо сделать? Прочитать слону. Христос воскрес, у нас говорят. А отвечают как? Во истину воскрес. А на армянском говорят Христос, Горяв и Мералёц. Оргняли Альцюна Кристоси. Иногда есть даже рестораны, в которые заходишь, и там сам шеф-повар. Я Танюшку как-то, как только финансы появятся, приглашу туда. У нас плюс 22 градуса. Это очень радостная новость. Это самая, наверное, хорошая новость на сегодня. Идем в какой-то магазин ПОКУ. Ну, для чего, не знаю, потому что нужно купить в дом что-то, в квартиру, которая нас где-то ждёт. И мы скоро в неё обязательно заселимся, как только мы её найдём. Да, мы в поисках квартиры, друзья. Сейчас тут в Германии праздники, Пасха. Никто не работает, никто ничего не делает. Хорошо, что там магазины открыты некоторые. В понедельник уже начнём более активно. В понедельник тоже не рабочий, со вторника. В общем и целом, мы уже очень активно ищем квартиру. У нас одна версия есть. Мы должны эту версию предъявить в центр занятости, так это место называется. И они или одобряют этот вариант, или не одобряют. Но в любом случае, нужно нам не сидеть на месте и ждать, а искать ещё какие-то варианты. Мало ли, этот вариант они не одобрят. Вот такие вот у нас пока что новости интересные. Хорошие. Очень хорошие. Меня не выгнали из страны. Мы очень счастливы. Спасибо. Поэтому с каждым у нас вас по лайку. А ну ещё расскажи то же самое. Я говорю о копчику. Но мы приехали в магазин, который называется Поко. Он похож на Икею. И я говорю, мы когда выйдем из поста, я имею в виду, я пощусь, я когда выйду из поста, мы поедем в Икею, в настоящую Икею, и будем есть хот-доги. Если кто-то ел из Икеи хот-доги и помнит, что это такое и знает, напишите. Мы с Акопом всегда обожали икеевские хот-доги. Они были дешёвые и какие-то мега вкусные. В Икеи это их бонус, наверное. Очень вкусная еда. Особенности, вот как Танюшка сказала, хот-доги. Каждое посещение в этот магазин обязательно должно было завершение поеданием хот-догов. Хот-дог там стоил 1 евро. Наверное, стандарт во всем, во всём мире. Мы там покупали, я себе где-то плюс 5 хот-догов, Танюшка, ну, 2 ей нормально. Но этим 5 хот-догам я особо и не наедался. Ещё мог есть и есть. Как вспомнили сейчас. Да, хочу икеевские хот-доги. Напишите в комментариях, кто любит хот-доги от Икеи. Магазин Джейск называется. А это мы сейчас Поко, очень похож на Икею. Очень. Очень-очень. Огромные, двухэтажные. Это мы только зашли, и уже видно масштабы такие. И надо, в общем, по кругу, по кругу уходить. Походить и посмотреть. Пока что мы видим всё, что для квартиры необходимо есть. И нам всё нужно. Всё, я вот так туда-всюда заразбегаю. Ну ладно, ищем потихонечку, смотрим. Мы сейчас будем покупать что-то маленькое, необходимое и недорогое. Это те пункты, которые нам надо соблюдать. Маленькое, недорогое, необходимое. Пошли искать. А что это, я не знаю, полотенце. Как говорят. Вот даже эти сантиметры, это постоянно в Икеи присутствует такая штука. Бумажные сантиметры, чтобы померить всё, что тебе необходимо. Мы это постоянно видели в Икеи. Я тут вижу диваны, которые я просто обожаю. Вот такие большие. Там нужно не сидеть, а просто валяться называется. Причём вот так можно 15 человек положить. Ну я образно говорю, если пришли гости, всем можно лечь, всем дать в руки какую-то еду вкусную. Нормально. Да, и смотри телек. Цена вполне нормальная, я тебе скажу. Не знаю, для кого она такая нормальная. Смотря с чем сравнивать. Да, конечно, нормальная. Если сравнивать альтернативой этого продукта, то вполне нормально. Я к этому имею в виду. Вот тут кухня. На кухонные столы. Маленькая, ладно, ты смотри, а мне маленькая что-то надо смотреть. Из дешёвого необходимого. Танюшка себе присмотрела. Штучку для вилок, ложек и ножек. Не вилок, не ножек, не ложек, ничего нет. Но штучку под... Штучку под это нужно покупать сейчас. Решили, короче, то, что нам нужно и прям надо купить. По-любому, в любом случае, фотографировать и держать в телефоне, чтобы потом не путаться и не искать. Сейчас, конечно же, эту штуку не будем покупать, но как только уже будем заезжать в квартиру, тогда вот эти маленькие детали необходимы. Интересно, что в этом магазине продаются холодильники там разных брендов. В Икея такого нету. Это мне больше нравится, потому что они позиционируют себя не только как Икея, а они продают ещё другие бренды. Это большой плюс. Машинку хочешь? Да, хочу вот такую машинку красивую. Давай я выберу. О, это такое, как мы выиграли. Точно, да-да-да-да-да. И такая же стоимость, по-моему. 300 евро, да, мы так и переводили в Ереване, точно. У нас такая была машиночка. Выигранная. Если не знаете, мы очень везучие, мы поучаствовали в розыгрыше во время открытия торгового центра, и там Танюшка выиграла стиральную машину. Это чисто случайно, чтобы вы понимали. А если вы не смотрели этот видосик, ты сможешь прикрепить внизу в описании? Да. Ну, спасибо тебе большое. Прикрепи, пожалуйста, для нашего любимого зрителя. Переходи, смотри. Только для тебя. А я бы хотел для себя, вот очень хочу, какую-то рабочую зону. И вот сейчас смотрю кресло, стол. Ну, они, да, я так смотрел, они все стоят 570 где-то, и стол где-то 230. Но вот такую рабочую зону иметь для меня вообще сейчас, можно сказать, очень большое желание. Я хочу, чтобы в новой квартире обязательно была какая-то рабочая зона, чтобы я спокойно себе сидел и монтировал видео, делал для тебя специальные, красивые, качественные, кайфовые, чтобы ты смотрел и наслаждался этим видео. Мы все-таки пришли к общему соглашению, что ничего не будем брать. Мы дождемся, пока мы пойдем в Икею, и оттуда возьмем все, что мы хотим. Танюша очень хочет вот эту штуку, но я ее отговариваю, потому что я хочу, чтобы оно было в одном тоне. Это у нас получается... Так, они не хотели дать нам знать, но мы все равно продолжим. Она хочет вот это купить, а я не хочу, потому что это не в одном тоне. Это, да, там теплые тона и все такое. Но подожди, пожалуйста, дорогая, пойдем в Икею, там уже выберем, что нужно. Я все-таки заметил, пришел к выводу, что в Икее качество лучше, потому что я некоторые детали увидел. Возле стола мы сейчас сидели, чуть-чуть думали о будущем, о мире, обо всем, и оказалось, что там есть дефекты. Поэтому... Не купить жене плед. Поэтому ждем момента, когда мы окажемся в Икее. Вот так, друзья, вот так. Девушки, выходите замуж, да? А вам какой-то плед, потому что он цветной, видите ли, а ему нравится однотонный. Вот так. Спасибо, спасибо. Рассказывай. Сегодня в Германии Пасха я для вас приготовила квест. Идем на квест. Вся семья в сборе, все проснулись, все готовы. Квест. Квест. Даю конечка. Подсказка первая. Я должна прочитать. Все прочитаю. Дорогие мои, мама Таня Акоп. Пасхальный зайчик передал мне для вас задание. Это билет. Задание. Это билет. А, задание. Это билет. Мне легко. Надо будет думать головой. Будет нелегко, надо будет думать головой. Вы будете находить буквы. Вы даже будете шукать буквы на то, что вам надо будет даваться две минуты. Ага. Буквы в квартире спрятаны? Да. Так, в квартире. Все понятно. В вашей комнате я не пряталась. Ага. То есть это в костевой. То есть в костевой, коридор, ванна, кухня. Ну и в квартире. Да. И все. Что мы... Буквы ищем. Буквы. Буквы. Сложат слово. Ага. И потом на это слово там будет лежать подарок. Подарок. Поехали. Давай, скажем, что у нас две минуты? Хороший. Ставим таймер. Кто не успел, то тому придумывать наказание. Да. Ну, ты здесь, допустим, там, ты не успел, то мама Таня должна придумать какое-то наказание для тебя. А ты с нами не играешь? Нет. Ну, она же разместила, как она... Она контролирует. Все, хорошо. Все, поехали, ищем. Раз. Два. Мама и говорит, и ищет уже. Смотри, мама в поисках. Все, раз. Поехали. Мама, шукай, мама, шукай. Я уже нашел. Это такие желтые бумажки? Нет, а тут никакие. Вот. Вот это да, а такие нет. Ага, это Б. Да. Ага. Хорошо, окей. Я вижу бумочки, не могу достать. Ну, все. Помоги, пожалуйста, вот там я... Нашла БВ, БП, нашел окоп. Поехали дальше. В общем, я еще нашла эту, Маришка нашла эту. Ты еще одну нашел, да? Еще какая-то. Дальше, дальше. Дальше, работаем, работаем. 15 секунд, 14, 13. Кто нашел сколько букв? Я один. Кто я нашел? Я один. Это я, по-моему, нашел. Я нашла БВ и БТ. Вот эти две я нашла. Мама, ты верни туда? Значит, проиграл окоп, как и говорил. Так, как я и говорил. Все было понятно. Все изначально было спланировано. Маня и Марина, если бы мы сейчас не можем, когда-нибудь. То подожди, то в итоге мы-то никто не справились? Или что? Нет, ты и Марина справились. А мы должны были какое-то слово из этого сложить? Или просто искать? Будем все раз будете искать. Да, ты же... А уже и мы придумываем сейчас задание. Да. 20 отжиманий. Да. Марина, подходит? Отлично. Давай. Прям сейчас надо обжаться? Конечно. А то потом если бы у меня не закончишь и скажешь, что я какая-то грунтка, давай. Давай. Поехали. Выдомка. Выдомка. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 20. Все. А ты его давишь, да? Молодец. Какой у нас старт? Подожди, что дальше? И чай искать. Дальше искать. Да, мы не все нашли. Сколько их должно быть хотя бы? Скажи, чтобы мы понимали. Она сама не знает. Ну что ты ее мучаешь? Конечно, она не знает. Я забыла. Забыла. Все, понятно. Все, ты запустила таймер опять? Да. Время пошло, да? Хорошо, поехали. У нас, значит, здесь нашли мы 5, всего 12 букв, ребят. У нас еще дел додел. Ой, ладно. Так, что мы тут вытворяем? Дед, 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 ничего не знаю. Нашел? Милаша, давай подсказку какую-то. Тут есть? Тут есть. Ой, я нашла, я нашла. Мы тоже нашли. Я нашла, я нашла. Милаша, Милаша. У меня И. Еще, еще три буквы. Еще три буквы. Я там смотрел, нету. Все смотрел? Да, да, да. Я нашла, я нашла. Все, я тут забрала. Милаша, давай дальше подсказки. Все, мы всю квартиру уже убрали и перерыли. Давай. Три буквы. Ты только что говорила, что три буквы. Уже две положили, еще три. Я сама уже не помню. Да, да, да. Да, и ходит только. Давай, давай. Наш квест идет, 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 идет. И что-то мы не можем найти три бумажки. Милана там так спрятала, что... Так, одна буква провалилась, там, два, поэтому еще две буквы. Осталось две. Я пойду, то, что провалилась, попробую достать. Еще одну от Тани нашли. Еще где посмотреть, пожалуйста, подскажи и смотришь, сколько мы уже нашли. Ну, надо одну букву? Одну. Давай хотя бы, где гаечок. Вот приблизительно, да. Что, на кухне, да, надо поискать еще и... В итоге, что, не смогли найти, ты сильно спрятала, да? Она потерялась. Так, попряталась, что три взрослых человека и ничего не... Что надо сделать? Прочитать слово? Да. Б-П-О-ПОЧ... Почта. Да. Почтовый ящик. А, ящик. Я угадал. А почему Б первая буква? Да, почему Б, кстати? Что это за идея? Расскажи. Это буква. А, буква Я. Буква Я. Все, надо теперь пойти нам в почтовый ящик. Почтовый ящик. Почтовый ящик. Акоп, акоп, давай, конечно, надо. Ключи, взяли. Да, ключи, взяли. В общем, вы поняли, да? Мы разгадали слово. Почтовый ящик. И теперь... Ну, так там еще много подарков. Милаша, ты что, серьезно? Это ты нам такие подарки приготовила? Там много подарков. Давай еще. И вот такие. Это там подарки и все. Да. Еще и газеты нам. Казничное, это лето. Давай, я возьму, помогу. Танюш. Подожди, сколько у нас сюрпризов. Так, давай, милаши. Накинь. Это для Тани. Вау. Это для мамы. Красиво, мой взгляд. Это для Атопа. Вау. Для Атопа какой красивый. Черный, как я люблю. И еще яичко какое. Это для кого? Это для тебя. Это для Атопа? Для нас всех. Какая. А блокнотик для кого? Для вас всех. Для меня. Спасибо, моя мусечка. Как приятно. Спасибо. Пускальное настроение. Вот и дом за утро у нас такое с Миланой. Да, ребята, смотрите, Наталья нам подарков. Милана, что за праздник ты нам устроила с утра? Ура! Давайте все вместе сделаем движение. Миланя, назад, назад тоже. Посмотри, у меня красивый браслетик. Все, теперь ты не потеряешься. У тебя какой красивый, брутальный. Это ж надо было тебе такой подобрать. Вообще, Наталья. Видишь, она вообще все задумала. У нас уже куда есть зяйца положить. Да. Молодец. Моя красавица. Милаша, спасибо, мы очень довольны. Нам очень-очень приятно. Очень классный сюрприз пасхальный. Вообще, красотка наша. Поздравляем всех с Пасхой. Как говорят, как у вас в народе говорят, когда поздравляют? Христос воскрес у нас говорят. А отвечают как? Во истину воскрес. А на армянском говорят Христос, Горяв и Мералет. Ужняли галюциона Христоси. Повторишь? По одному слову. Ладно, не повторишь. В прошлом году я учила, 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 учила и все равно забыла. И так и не выучила. Дети так смотрят на нас, как будто мы что-то ненормально делаем. А они играют в такую игру интересную. Они подкручивают какую-то круглую штучку. Ага, и кидают друг к другу. Это яйцо там. Яйца точно. А, не яйца. Иди за мной, я просто вот так покажу. Смотрите, они... Вот девочка за Танюшкой крутит яйцо. Сейчас, давай, начинай. В каком-то типа мешочке держат яичко и кидают друг в друга. Да, сейчас так и делаем. В общем, вы поняли, дорогие наши? Да непонятно, подожди. Сейчас вот. Да я не про это уже хочу сказать. Подожди. Я хочу показать, и потом ты будешь говорить. Идем, на. Смотрите, девочка за Танюшкой покрутила яйцо и кинула. И там уже ловят. Надо словить, наверное. Да, и это, наверное, пасхальные игры у них. Наверное, интересно. Так, воскресенье. Классный день, теплый. Я в футболке. Танюшка тоже была в футболке, но все равно ей стало холодно. Вышли погулять. И смотрим, как в Германии празднуют Пасху. Сказал, воскресенье. В воскресенье ничего особо не работает, кроме ресторанов и кафешек. Я смотрю, они вот эту игру играют с киданием яйца. Очень многие просто гуляют, выходили в парки. И все. Просто посидят в парке, болтают и смотрят на лужу. Мы же не запустили фонтан. Но ты умеешь все испортить просто. Умею все просто, говорит так, как есть. Сегодня прекрасный пасхальный день. Очень большой праздник в Европе и в Армении. Мы всех поздравляем. Будьте здоровы, счастливы. Ой, какие слова. Благополучие каждому в вашем доме. Да. Быстренько подписывайтесь. Да, тут красоте нереально. Бабушки снимают, ой, дедушки снимают бабушек, как обычно. Как мне не надо. Ничего не меняется. Все та же самая система. Ты становишься взрослее, но традиции не меняются. Нам жену свою фотографировать все равно нужно. А это знаешь, что это дерево? Знаю, ребята. Я даже никогда не могла подумать, что в Германии столько магнолий. Они такие красивые. Это не магнолия. А что это? Это японское вот это дерево. Араэ, не беси. Пошли ближе. Серьезно, это японское вот это дерево. Тоже ты и есть магнолий. Не тупи, да. Ты мужа назвала тупым? Никогда я так не называла. И просто ногами ударила в белые... Геды? Это вообще приступили. Пошли ближе, пошли с той стороны. Я тоже хочу там миллион фотографий, потому что это так красиво, просто превосходно. Иди уже фоткайся, у тебя есть телефон. Нет, я хочу, чтобы ты. Пошли. Ребята, вот не подошли ближе к этой красоте. Запах просто. Но я не слышу запаха. Как не слышишь? Вообще нереальный какой-то потрясающий запах. Пахнет просто на всю катушку. Сейчас подойду вам вот так ближе. Видите, это уже перецветает магнолия. Но все равно красиво. А вот там есть напротив еще одна, которая не обсыпается. Мы к ней тоже подойдем. Куча цветочек, куча вот такой красоты вокруг, чтобы что-то невозможное со мной происходит. Спокойная красота, такая умиротворенная. Нету шума, хоть один самолет летает, но в основном птички поют, и никто не кричит. Какое-то реально спокойствие. Как пансионате для людей, которые хотят отдохнуть, расслабиться, восстановиться, релакс поймать. А вот этот релакс, ребята, посмотрите просто на это что-то такое суперпотрясающее. Нерви. Нет, я не сорву никогда, ты что. Я еще и по рукам надаю, если кто-то сорвет. Я просто хотела помнить. Он еще одно дерево. Я и цветочки. Я и цветочки. Танюша и цветочки. Ребята, сейчас проходили люди и ели мороженое. Так они его ели, я вам передать просто не могу. Просто обычные люди ходили и кушали мороженое. Ничего такого. Да нет, просто когда ты две недели не кушаешь ничего молочного, ничего мясного и все такое прочее. Я же на посту. А я думаю, ты сейчас замолчишь и ничего не скажешь, потому что там собачка прошла большая. Да нет, лабрадорчиков я не боюсь, я их люблю. Когда ты этого всего не ешь, то вы сами понимаете, какая реакция организма. У меня уже вот так вот слюни набрался рот, когда я увидела, как эти люди вкусно кушают. Но мне можно такое мороженое, как из сока. Ну, замороженный сок, как грубо говоря. Вон там продают, пойдем сейчас посмотрим. Если есть, то я тебе куплю замороженный лед. Яковчик говорит, хорошо, пошли искать тебе то, что тебе можно. И будем сейчас есть. Вкусный замороженный лед. Рабун, еще одна эта магнолия, я не могу просто. Я хочу вот так вот все вот это сделать, потому что это так красиво, я же с ума схожу. Она чуть-чуть чокнет. Я тебя испугалась. Чокнет? Помнишь, как Аллочка показывала? Акоп, ты что, ку-ку? Аллочка, я очень скучаю. Аллюся, привет, мы скучаем. Темки тебе. Ребята, облом, обломский. А можно я поеду мороженое? Можно, конечно. А я не шучу, иди возьми. Я не шучу, я представляю себя, после этого мороженого она меня задушит ночью. Да ладно тебе, ты за столом кушаешь мясо и все, всякие вкусности. Но ты в это время кушаешь что-то, а если я все мороженое, ты меня ночью задушишь. Ой, а ты еще как расскажешь это все? Люди пусть знают, какой ты, настоящий я. Да, тиран просто. Короче, ребята, мы шли искать магазин, забыв о том, что сегодня воскресенье, еще и пасхальное воскресенье. Я не забыл. Не забыл? Я забыла. Нет, я шел целенаправленно на этот магазин, где мороженое продавали. Это кафе. То есть кафешки открытые. И там можно взять было мороженое. Но оно, естественно, вот это такое в рожочках. Оно все молочное, там ничего нету. Смотри, как будто настоящая собачка тут стоит или кошка. Где? Вот в машине. А, точно, малюки такой, алесик. Так что, ребята, я осталась без мороженого, и я его так хочу, и его не купить. Вот это, как для меня лично, большая проблема. То, что... Я не могу есть. В воскресенье, ну, действительно не купить. Наверное, к этому можно привыкнуть со временем, но вообще-то это напрягает, если честно. А я, если честно, свое ощущение могу сказать. Я в воскресенье кушаю всякую неправильную еду, стараюсь всю неделю кушать правильную. Но в воскресенье можно, например, пойти, опять же, купить, но из заведения. Не обязательно купить что-то вредное и дома есть, так как ты все время, всю неделю кушаешь мороженое, все такое правильную еду дома, то есть это домашняя еда в любом случае. А в воскресенье ты можешь выйти в какой-то кафе, ресторан, бар или куда-то в другое место и съесть что-то вредного. Я так, наверное, больше воспринимаю эту психологию. Ну, видишь, ты, получается, можешь выжить в этих условиях, потому что ты можешь пойти в кафе и все-таки съесть свою вредную еду. А у меня наоборот сейчас, мне нельзя вот этого ничего вредного. Ну, подожди, сейчас закончится и все будет окей. Еще три недели, пожалей меня. Закончится, жалей. Ой, 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 ой. Друзья, так как вы уже поняли, я любитель, ценитель природы и красоты, я не могу пройти дыма... Мы собирались вообще-то показать элитные дома в Германии. Что ты пошла дерево показывать? Я вернулась, хотела показать дерево красивое, но нет. У меня есть муженек, который все хочет по-своему. Сейчас проходили и разглядывали эти дома. И понимаем, как тут люди богато, дорого. Дорого-богато живут, да, вот прям, наверное, это и есть такие, так и правильно сказано, элитные. Немецкая элита. Но смотрю, перед квартирами, домами особо там крутых машин нету. Кстати, походу это продается. Да, может быть. Сейчас посмотрю. Может, потому что, да. Интересно, какая стоимость на такое жилье тут, очень интересно. И мне было бы интересно. В общем, квартиру, которую нам одобрит джоб-центр. Мы возьмем целый большой дом. Ну да, да. Я согласна, милый. Я поддерживаю твои желания. А то бы. Не была согласна, сказала бы против. Это предупреждение, чтобы перед входом не парковались. Ага, вы хоть держите свободным день и ночь. Там окопчик перевел, было написано. Короче, он не продается. Ну, может, продается, просто, видишь, там камушки, тут ворота особо нету никакого. Ну, наверное, это еще ремонтируют, просто приводят его в порядок, там все обустраивают, чтобы жить. Посмотрим, если будет время дома, за сколько продаются тут. И скажем вам, арендная плата в том городе, где мы живем, начинается... А этот город Гера называется? Мы называем... Мы живем в городе Гера. Приблизительно 60 квадратных метров от 500 евро с налевым... С пустым. С пустой... Пустая квартира без ничего. Белые стены, пол. Есть ванная комната, то есть унитаз и душевая, или ванная, где будет можно мыть. А все остальное не присутствует. Ни кухонная какая-то гарнитура, мебель, телевизор, диван, спальная, там, где ты спишь. Ничего. То есть пустой... Пустая квартира 60 квадратных метров, где-то 500 евро. Вот такая стоимость на квартиры. Это знаю, потому что сейчас мы смотрим, ищем для себя квартиру, поэтому вот эти цены знаю. А так вообще без понятия. Вот этот, друзья, домик тоже такой. Ничего. Да, сзади очень большая территория. По сути, там у них есть задний двор, так называемый, очень большой, где они живут, тусуются. Ой, это тоже такой красивый дом, я не видел. Ну, тут за деревьями не видно. Это многоэтажки все. Да, но все равно красиво тоже. Вообще такой классный район, если честно. Я по себе скажу, я не люблю, когда вот так сильно спокойно. Я люблю какое-то движевое место. Мне больше именно вот в центре нравится. А этот вариант более спокойный. Мне, ну, можно сказать, не мое. Чересчур, да? Да, я тут могу потусоваться день, два, три, ну, месяц. А потом у меня все, начинает уже. А выходишь туда где-то на балкончик с чашечкой кофе с утра, вот так ты, ммм, глоточек делаешь. Ну и что, дальше ты вышел туда на обед, на ужин, на завтрак, ну, сколько можно. Вот там парк большой, смотри, люди там гуляют. Да, 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 мы ж, наверное, туда и идем, я так полагаю. А, я так полагаю, тут просто закрытый парк. А так, как туда зайти? А, вот заходишь? Сейчас мы разберемся. А, этот дом зай, да, какой крутой. Домики тут я вам хочу сказать такие. Небедовые. Недешевые, она хочет сказать. Недешевые, да. Ну, небедовые, это тоже классное слово. Очень подходящее. Пока что не понимаем, недорогие дракон. Какой себе такой аккуратненький, хорошенький домик. Кстати, что? Да. Но это не такое, как там. Тут нету, видишь, ограждения. Это может быть даже, видишь, там несколько входов, как дуплекс. Дюплекс. Я не знаю, что это. Дюплекс, это когда в одном таком доме живет не одна семья, а два-три, две-три семьи. Ага. А это то, что Марина нам говорила. Да, да, да. Ставят столики, люди пользуются. Да, вот здесь на мосту. И отдыхают. Красиво. Кафе. Друзья, а я хочу спросить по поводу цен. Может быть, вы, я знаю, что уже очень много людей из Германии именно нас смотрят, комментируют. Мы уже с ними знакомимся. И я хочу вас спросить. Именно про тебя говорим. Ты. Именно ты. Хорошо, пусть будет так. Значит, именно ты. Если, может быть, ты в курсе вот эти элитные дорогие дома стоят примерно там плюс-минус от скольких до скольких. Кто знает, делитесь, пожалуйста. Это интересно. Я думаю, всем будет почитать. Всем будет почитать. Это интересно будет всем почитать. Извини, что я неправильно сформулировала предложение. Я тебя извиняю. Смотри, орел летит на тебя. Орел. Это утка была. Это утка, да. Ой, смотри, тут утки. Там куча их вообще. Такая красота. Ой, а мы вчера смотрели мультик. Мультик называется «Миграция». Не досмотрели, конечно же. Про уточек, кстати. Рекомендуем. Хороший мультик. Уточки, которая мигрирует. Прикольно. Ребята, мне очень повезло в этой жизни. У меня прекрасный муж. И он пригласил меня в замечательное кафе на мосту. Где мы будем сидеть, пить кофе и кайфовать. Да, можно кофе, кстати. Не обязательно мороженое. Да, можем выпить кофейку. И понаслаждаться. Прекрасное место, честно вам говорю. Для моста. Для моста. А тут даже ночью включают и будет... Ты думала, ты попить хочешь? Что-то ждем, 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 ждем. Никто не подходит. Как вы думаете, тут самообслуживание или... Все-таки кто-то придет. Все-таки кто-то придет и примет наш заказ. Я думаю, если на столе есть меню, то они должны прийти. Если бы не было меню, то это было бы самообслуживание. Но в любом случае, я сейчас пойду и выясню. Я же забыл, что это Европа. Тут все не так быстро. Тут все медленно. Работают. На все эти столы тут, не знаю, порядка 10, а то и 12 столов. Две девочки. И вот эти девочки, они сами за барной стойкой готовят напиток, который заказывают сами и подают. Это не так, как в наших представлениях. Повар отдельно там что-то готовит. Официантов делает. Свою работу. Свою работу менеджер встречает, там двери открывают, закрывают. Нет, тут два человека в персонала, там они делают все, в буквальном смысле. Это когда иногда есть даже рестораны, в которые заходишь, и там сам шеф-повар просто преподносит тебе блюда, которые он приготовил. Еще и расскажет тебе все об этом блюде, все ингредиенты, и всю историю, и все, все, все. И я тут нашел одно такое, у меня так прикольно, утки летают над головой. Да, дружочки такие. И я нашел один такой ресторан интересный, с каким-то крутым шеф-поваром, Мишленовский ресторан, если не ошибаюсь. И я Танюшку как-то, как только финансы появятся, приглашу туда. Но не скрою, это не дешево, поэтому нужно финансы, чтобы сделать романсы. Романтично посидели семейка Сириканяна, провели хорошее время, смотря на уточек. Да, там такие парочки уточек так классно развлекались. Нас смотрели, охраняли свое гнездышко, заигрывали друг с другом. И сейчас хочу просто по парку пройти, что скажешь, или... Давай, давай. Мы там немножко примерзли, если честно, потому что, когда солнышко прячется, тут так уже... На водичке было прохладно, а тут нормально. Да, от воды их прохладненько, а когда уже отошли, сейчас будем идти и согреемся. Слышу запах шашлыков. Где-то тут кто-то осмелился жарить шашлиндос. Как он смог себе такое позволить? Мы ходим голодные и чувствуем этот запах. Погибаем просто. Я если что-то не ожидал, тут такой запах услышит, чем дальше идем, тем больше этот запах привлекает. Где-то там, наверное, я даже вижу какой-то мангал, вижу его. Где ты видишь? Да, я не знаю, или это мангал. Вон возле великов что-то, видишь, стоит квадратное. Сейчас идем дальше, ближе, посмотрим. Идем, мы же там как в Армении, типа, если подойдешь, смотришь глазками, тебе угостят, постоишь рядом, да. Тебя пригласят за стол, там накормят, все дадут с собой. Не кричи. Все. Спокойно. Когда я возбуждаюсь от чего-то, от еды, то я начинаю громко говорить, я что могу сделать? Поэтому я для тебя и есть, чтобы контролировать твой крик. Даже чувствую, араээ. Ты вроде была права, я сейчас чуть-чуть отойди по-братски. Вот это Похоже на мангальную Но не могу точно сказать Да здесь, здесь жарят А где, а где Вот то, что жарят Они уже на столах, они уже просто едят его Надо подойти и смотреть Вот так кошачьи глазки делать И смотреть Очень кошачий Ты прям кошка еще та Кошка-тигр С этой стороны тоже Эти домики Классные, красивые, видны Это такой получается Дорогой райончик, я так понимаю Дорогой Районный прокурор Правильно, да, я спил? Я вообще-то Все песни В мире сам написал Слышишь, как красиво колокола бьют Красиво Ты вошла в мою жизнь Нет, красиво не подходит Давай колокола Районный колоколь Золотые Золотые купола Ты знаешь Ветер мою Радуют Дуй, дуй, дуй А то не дождь А то не дождь Слезы с неба капают Давай? Давай Спасибо, что смотрели эти видео до конца Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Пишите комментарии Вот здесь появится новое видео Смотрите его обязательно до конца Не новое видео, старое видео Новое видео Старое? Новое! Старое видео? Новое! Спасибо, все, давай пятюню Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok